Иенах — очень интересный персонаж в Писании. Мы читаем о нем в пятой главе книги «Бытие», что он ходил с Богом, и его не стало, потому что Бог взял его. И затем он напрямую цитируется в послании Иуды. И вот что в нем сказано. О них пророчествовал Иенах, седьмый от Адама, говоря, «Сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которое произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Это воспринимается как прямая цитата Иенаха, и это можно найти в том, что называется книгой Иенаха. У меня часто спрашивают, «Как же так получилось, что она не является частью Библии?» Если Иенах — библейский герой, его по сути цитируют Иуда или Игуда. Так звучит его еврейское имя. Как произошло, что его книга не включена в Библию? Если говорить о самой книге, есть некоторые фрагменты на армейском из книги Иенаха, которые сохранились в свитках Мертвого моря. Помимо этого, у нас нет оригинальной книги Иенаха или манускриптов, восходящих к ней. У нас есть намного более поздние переводы на эфиопский геес, являющийся древним эфиопским семитским диалектом. Вот в таком виде у нас есть полная книга Иенаха. Но это не произведение одного человека, жившего тысячи лет назад, а, по всей видимости, плод нескольких этапов записывания. Однако книга Иенаха была весьма почитаема среди древних евреев, евреев первого-второго века и даже ранее, и первыми последователями Иисуса. Она была в почете, но она никогда не считалась частью канона Писания в любом смысле. Другими словами, на ней нет той божественной печати, говорящей, что это книга, которая должна быть частью канона Писания, и потому она не была принята с обществом верующих как аутентичное Писание. Смотрите, Библия в Ветхом Завете цитирует что-то из книг, которых у нас больше нет, и она ссылается на эти книги в цитатах и цитирует их, но у нас их нет. Согласно Божьему выбору, они не являются частью Библии. Павел даже цитирует светских или языческих поэтов в Новом Завете. Сам тот факт, что что-то цитируется, не значит, что оно все богодухновенно. Это может быть одна конкретная строка, на которую ссылаются, которая является верной или истиной, или просто отправной точкой для достижения других людей. В случае с книгой Еноха, это было что-то, что почиталось. Вы могли бы поспорить, что она цитируется в послании Иуды, сохраняя некоторые слова Еноха, которые передавались из поколения в поколение. Вы можете привести этот аргумент, но несомненно, что книга в том виде, в каком она у нас есть, в целом не уходит корнями книги Еноха. Ее можно назвать псевдоэпиграфической литературой, то есть сложно приписываемой кому-то, сложно приписываемой ей авторством. Еноха определенно не является составителем всей книги, хотя, возможно, в ней сохранились его оригинальные высказывания, подобные тому, что цитировал Иуда. Но это не часть Библии, потому что Бог никогда не хотел, чтобы она была частью Библии. И когда вы будете читать ее, вы заметите в ней некоторые необычные, даже эзотерические вещи. Это не грех читать ее. На самом деле, это увлекательное чтение, но есть веские причины, по которым она не включена в канон Писания.